итак шабон у нас состоит из действий да причем этих действий довольно таки много справа представлены сгруппированы по таким блоком доступные нам действия для создания шабонов видите что сам шаблон довольно таки сложный здесь появляются различные условия да многократно вот этот блок у нас пультирной линией окруженный этот цикл то что будет повторяться да пока не будет достигнут какое-то условие вообще с точки зрения создания ветвлений да у нас есть специальный блок конструкции здесь довольно таки много не только цикловые условия но и другие более сложные конструкции я сейчас не буду подобно останавливаться на каждой конструкции под видео будет ссылка на документацию где можно почитать что это за задействие как она работает хочу вам очень крупно пройтись по этим блоком и пояснить какие у нас вообще есть возможности блок обработка документа вообще нужно сделать ремарку что такое документ это текущий объект по которому запущен бизнес процесс да если мы используем процесс заменения на отпуск да это по сути строчка в табличке отпусков вот мы работаем с текущей строкой можем устанавливать ее значение например с помощью изменения документа вот будет у нас там поле например дата согласования или к водителька который согласовал отпуском с помощью изменения документа будем это сохранять да ну и ряд других действий очень интересное действие запуск бизнес процесса которая не относится к текущему объекту дает нам возможность дернуть новый бизнес-процесс запустить по любому другому объекту в системе да это дает интересные возможности по автоматизации бизнесов блок задания это наш интерактив с пользователем вот те задания которые появляются в системе вам необходимо согласовать вам необходимо утвердить одобрить так далее как раз таки вот эти вот действия которые создают интерфейс для коммуникации с пользователем блок конструкции мы уже с вами коротко обсудили да это действия которые собственно сдают нам цепочку действий варианты развития событий повторений ну и ну и так далее блок уведомления это наши возможности по коммуникации с пользователем отправить ему сообщение в чат написать живую ленту а поставить даже за задачу что она по логике больше бы относилась к боку заданий но тем не менее находится в блоке уведомлений следующий блок это действия приложений и это в этом блоке появляются те действия которые не стандартны которые добавляются в систему с помощью приложений то есть получается если вы реализуете бизнес-процесс даже в облачном битвы 24 вы понимаете что вам не хватает функционала существующих блоков вы можете заказать кастомные действия да но там требуется уже компетенции программистов это нужно его будет написать и обернуть в приложение для битвы 24 и загрузить на портал следующий блок это серым и диск по работе с объектами системы да бог серым на дает возможность создавать новые объекты контакт лиды компании сделки получить данные до интересное действие выбор данных сервера да в блоке диск у нас действий который позволяет поработать с файлами и папками на диске и блок прочее сюда вошли действия которые не были отнесены предыдущим блоком но тем не менее не менее важны или полезны да можно отметить выбор сотрудника до часто использую определенного руководителя например для выбора кого-то из по заранее нам известных пользователей из групп какой-то или что-то еще интересное есть действие прерывания процесса которая она больше по смыслу относится тоже конструкциям управляющим мы можем находясь в каком-то там сложном цикле или условии что-то еще определить условия которым здесь будет просто закончится да если мы считаем что дальше нет смысла продолжать и действия webhook тоже отмечу это возможность вызвать но по сути ссылку определенного вида когда с помощью параметров не можем обратиться к внешней системе передать какие-то данные то есть такая классная возможность не сложным образом сделать это раз какой-то системой внешней более поподробно об этих действиях их возможностях читайте в документации